Моя кредитная карта отклонена, а у меня нет другой возможности заплатить. Ой, извини, я не хотел плюнуть в тебя. О, господи, это... это не я, это пёс. Поздравляю, вы на каком месяце? Ой, извините, вы не беременны? Господа, сегодня мы поговорим о неловких ситуациях и как преодолеть смущение. Сперва поговорим о неловких ситуациях, вызванных потерей контроля над функциями организма. Вы чихнули и всё вышло на человека напротив. Вы отрыгнули и получилось намного громче, чем вы рассчитывали. На собеседовании ваш желудок издаёт всевозможные звуки. Мы все сталкивались с подобным. Мы все люди. Так что же делать? Вы можете осветить эту ситуацию, превратить в шутку. Но вы также можете проигнорировать её. Этот вариант намного мощнее. Предположим, вы на интервью. Ваш желудок урчит. Вы можете просто сказать себе, «Эй, я здесь, чтобы получить работу, я настроен серьёзно. Я ничего не могу поделать с урчанием». И профессионал, с которым вы разговариваете, подумает, «Этот парень держит всё под контролем, я тоже проигнорирую». Вы чихнули и попали на другого человека. Он снял свои очки и вытирает их от вашей слизи. В таком случае вам стоит извиниться. Следующая неловкая ситуация – ваше тело не способно сделать то, что могло. Вы могли тусить и пить все выходные, а потом идти на работу в понедельник. И вы были в порядке, а теперь вы пытаетесь выжить. Вы могли ходить в тренажёрку семь дней в неделю, и вам не нужны были дни отдыха. Вы могли есть вредную пищу, и из-за этого вам теперь нужен отдых между тренировками. Друзья, изменения в вашем теле влияют на все аспекты в вашей жизни, включая спальню. Далее, что делать в неловкой ситуации, когда вы сказали то, что не должны были? Что делать, когда вы наломали дров? Вы начали говорить о ком-то и не думали, что он слушает. А он услышал, что вы только что сказали. Вы сказали что-то на эмоциях, хотя на самом деле так не считаете. Итак, первый шаг реабилитации, когда вы налажали, нужно спросить себя, было это преднамеренно или нет? Если это было непреднамеренно, то вы можете извиниться. Допустим, я вырыгнулся перед чьими-то детьми. Извините, я не хотел. И вы можете идти дальше, вы отстрелялись. Но если вы сказали что-то в гневе и очень оскорбительное для этого человека, или вы говорили за спиной человека, и он это услышал, тогда вам нужно быть прямым и принести искренние извинения. Теперь поговорим, что делать в неловких ситуациях, которые возникают, когда вы видитесь или взаимодействуете с человеком впервые. Скажем, вы на деловой встрече. В другом конце комнаты вы видите знакомого. Вы помогали ему, подошли, и тут понимаете, что вы не знаете его. Что же делать? Вы уже на пути к нему. Вы также можете начать разговор с ним. Можете даже так сказать. Привет, я думал, что ты это другой человек, но все же, расскажи мне немного о себе. И вы начинаете взаимодействовать в разговоре. В другом случае, вы можете подойти к группе людей, в ожидании того, что они разомкнут свой круг и пригласят к разговору. Но этого не происходит. Просто спросите. Могу я присоединиться к беседе? Теперь, что делать, когда вы протянули руку для рукопожатия, и у вас оно плохо получилось? Вы можете его повторить. Когда у вас получилось плохое рукопожатие, скажите. Давай еще раз, я хочу, чтобы наше рукопожатие было лучше. Тот момент, когда вы пять минут разговариваете, и понимаете, что забыли имя собеседника, который назвал его чуть ранее. Что делать? Опять же, если это мероприятие для создания деловых связей, то у вас есть преимущество. Визитки гуляют повсюду. Попросите его визитку и сохраните ее. Если у него нет визитки, попросите записать его номер в ваш телефон. Или, что хотите подписаться на него в соцсетях, он вводит информацию и бум, готово. Еще способ. Просто спросите его имя снова. В этом нет ничего плохого. Далее, поговорим, что делать в неловких ситуациях, когда вы опоздали. Если вы опоздали, что с этим делать? Первое, сообщите человеку о том, что вы опаздываете. Напишите сообщение, смс, что вас не будет в назначенное время. Затем, когда вы прибудете, назовите причину. Люди хотят знать, почему вы опоздали. И третье, подумайте, это уже привычка? Я знаю людей, у которых опоздание вошло в привычку. Следующий набор неловких ситуаций, касающихся туалета. Для начала, туалет это не место для разговора по душам. Если вы видите кого-то, кого вы знаете, вы можете поздороваться, сделать это и выходить. Обсудим ситуацию, когда вы не застегнули ширинку. Когда вы это заметили, застегните ее. Надеюсь, что вы не показали цвет своего белья всему миру. Вот одно из преимуществ пиджаков. Такое случалось со мной на сцене. Да, именно. И пиджак очень хорошо меня прикрыл. Хорошо, неловкая ситуация. Вы напились на вечеринке и совершили то, чего делать не стоило. Что делать в такой ситуации? Для начала, алкоголь это не оправдание. Вы принимаете сознательное решение выпивать до состояния опьянения. Поэтому вы ответственны за произошедшее. После всего нужно извиниться и понять, почему вы так поступили. Почему вы попали в эту ситуацию, которая могла навредить вашей карьере. Дело в обществе или в самоконтроле. У каждого свое. Следующие неловкие ситуации происходят, когда вы кушаете. И первое, когда вы разговариваете с человеком, еда вылетает прямо из вашего рта. Это произошло со мной. Да, был случай, мне было очень стыдно. Мы посмеялись над этим, мы сделали из этого шутку. А что делать, когда вы переворачиваете бокал и проливаете вино или воду на стол, и иногда на кого-то еще? Опять же, извиняетесь и принимаете меры. Иногда официанта нет рядом. Что делать? Вам нужно подняться и разобраться с ситуацией. У меня было такое. Я встал, пошел в подсобку и попросил полотенца. Я не ждал, пока кто-то придет и поможет нам. Далее. Есть ли что-то у меня на зубах? Не стесняйтесь достать свой телефон, открыть селфи-камеру и проверить, не налипло ли чего на ваши зубы. Или сбегайте в туалет, там гляньте. А если у вас ничего из этого нет, просто попросите человека рядом с вами. Если вы переживаете за это, или еду, которая может остаться на зубах. Что насчет тех неловких ситуаций, когда вы начинаете есть, оглядываетесь, а никто еще не приступил к еде. В таком случае вам нужно остановиться. Может окружающие вас люди ждут тост, или хотят поблагодарить за их еду, или же еще не у всех есть еда. Скажем, за вашим столом шесть человек. Вам нужно подождать, пока всем им принесут их пищу. Если чье-то блюдо готовится уже очень долго, просто спросите разрешение начать. Бум, вы решили оплатить свой обед, но вашу кредитную карту не принимают. Что делать? Друзья, это случалось со всеми. Я был в Лондоне, и мою кредитную карту отклонили, потому что я не сообщил банку о своем путешествии. Убедитесь, что у вас есть резерв. У меня, по крайней мере, две запасные карты. Я также беру с собой наличку. Но что, если у вас нет наличных и нет запасных карт? В большинстве ресторанов попросту есть система, куда вы вводите свои данные, и вам отправляют чат. Далее, как выйти из неловкой ситуации без подготовки. Это важнее при работе с командой, чем в одиночку. При работе в команде вам нужно понять, что вы должны говорить правду. Дайте людям знать, что происходит. Вам нужно разговаривать со своей командой. Вы собираетесь выступать на сцене с презентацией, со всеми слайдами. Если вы не готовы, оставили все на последнюю минуту, вы ставите под угрозу все мероприятие, всю конференцию. Итак, если вы не готовы, вы должны быть честным перед людьми или командой, которые зависят от вас. Лучше расскажите им. Ну что, господа, теперь ваша очередь. Расскажите в комментариях о своих неловких ситуациях, и как вы из них вышли. В чем ваши секреты? Что я упустил? Что я могу добавить в это видео? И если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вы новенький на Realman Real Style, подписывайтесь. И если вы хотите правильно начать свой день, вам нужен идеальный утренний распорядок. Посмотрите это видео. Должен признать, я не придерживаюсь его каждое утро, но я стараюсь. Я считаю, что вам понравится это видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!